Всем большой привет! Эта неделя уже подходит к концу. Получается шестой день, как я питаюсь только продуктами из чижика. На завтрак намазываю себе на хлеб вот такую антарктик криль паста называется. Там в основном майонез и как раз вот этот криль. Что это такое? Я сейчас картинку вставлю. Но это такие мелкие ракообразные, которые нецелесообразно поштучно упаковывать как креветки, поэтому их видимо измельчают прямо с чешуей и вот перемалывают с майонезом. Получается такая паста. Паста, кстати, получается очень вкусная. Поэтому сейчас я вот приехал в ближайший магазин и Настя мне спрашивает, ты будешь сегодня в чижик заезжать? Я говорю, да, купи мне вот эту пасту. Она настолько вкусная. Ну понятно, там майонез и вот эти вот ракообразные перемолвы, но это как вкусно. 90 рублей стоит, однако, недешево. Так, я сейчас заехал в ближайший чижик. Задача у нас следующая. Нужно купить что-то, что можно съесть в машине, потому что мне некогда сейчас ехать домой и с собой я тоже ничего не взял. Не знаю, есть ли что-то в чижике уже готовое, не обращал внимания. Вот в магните всегда есть, в пятерочке тоже готовые блюда, там и кофе бывает. Но в чижиках вроде ничего такого не бывает. Пойдемте посмотрим. Ну и возьмем что-то, что на завтра, что уже можно будет приготовить. Кстати, один из первых чижиков, которые у нас открыли в таком месте, я еще удивлялся. Почему здесь его открыли? Здесь такая второстепенная дорога, и особо сюда никуда не заходит. Кстати, у нас 35 чижиков уже по городу. 35 чижиков уже, представляете? Этот чижик, он просто огромный. Здесь был большой магазин, или нет, здесь кажется, то ли... А, Радиш был, но Радиш не пошел, закрылся. И открыли здесь чижик, значит. Он просто гигантский. Ассортимента, то есть разместить здесь больше намного можно было. Но ассортимент в чижике, я так понял, во всех магазинах один и тот же. Так, что я хочу? Мне нужно что-нибудь срочно прямо сейчас уже съесть. Готовой еды я не вижу, чтобы можно было прямо вот мороженое. Не хочу. Килька, вы знаете... А, кстати, да, вот она, этот Антарктик. Я сразу съел, маленькая баночка. Вот Настя попросила ей взять. Вкусная штука. 150 грамм, 90 рублей стоит аж. Я бы съел, но в машине, вы знаете, если я начну есть это в машине, у меня не получится. 70 рублей стоит 400 грамм. О, вот это я еще не пробовал. Стейк Вернер. 270 рублей стоит за 250 грамм. Тысяча рублей за килограмм, даже дороже получается стейк. Нет, агро. Какой-то агро делает, кстати. Это не Мираторг. О, какой красивый, смотрите. Вот это вроде настоящий стейк, да? Прямо раморный. Я вот не разбираюсь, но напишите. Вот это и вот это. Это же совсем разные части, да? Смотрите. И вот этот стейк. Покажу, что еще есть. Для экспертов. Так, ну вот очень красиво. Мне кажется, я самый красивый взял вот этот мраморный кусок. Смотрите. Красота, да? Тысячу лет не ел говядину. Попробуем. Видите, разупакованный. А этот вот вакуумный. Ничего другого здесь так нет, вроде, как чтобы съесть. Вот чтобы съесть, больше тут ничего такого, что можно в машине прям съесть. Тут ничего нет такого готового. Пойдемте еще. Но этот точно возьму. Большие грибочки. На завтра как раз сделаем, на гриле сделаем этот стейк с грибочками. Еще овощей каких-нибудь возьмем. Завтра нормально поедим. Такой вот один небольшой кабачок по 160. Сочное мясо. Большущая пачка. Аж полкило. А стоит всего 179 рублей. Интересно? Конечно, интересно. А греноловские огурцы. 120 рублей. Соленые. В принципе, пойдет. Вот так вот сейчас съем. И банан на обед. Берем, конечно. Попробую. Водяной сгущенкой. Красиво нарисован. Очень дешевые лимонады. По 70 рублей. Это 2 литра. Кола по 79. Типа спрайт. Это фанта. Или колу. Кола классик. Наверное, вам интереснее, да? Кола. Чтоб я попробовал. Посмотрим, как раз есть ли там заменитель сахара. Сейчас же везде заменитель стали класть. Как светофори. Смотрите. Все по-простому. Просто на палеты в коробках поставили. Я не видел в других чижиках. Но здесь вот так в уголке аккуратно сделали уголок садовой утвари. Здесь палеты. Папа может. 150 рублей. Так. Ну и вы меня часто просите колбасу какую-нибудь взять, попробовать. Вот тоже, смотрите, папа может. И вот папа может. И вот еще папа может. Здесь много папа может. Видите? Вернеровская. Какая есть? 600 рублей за килограмм. Давайте самую дорогую, что ли, возьмем. Вот эта. Да, получается, она самая дорогая. 750 за килограмм. Крепкая колбаска. Хорошая вроде. Давайте ее попробуем. Я смотрю, здесь дегустация. Поздно заметил. Может, я бы так и не набирал бы. Можно было бы прям так поесть, постоять здесь. Сур. Телезитир. Что-то не распробовал. Умка. Вкусный. Вот лимон написано 99 рублей, а вы 109 пробиваете. Попробую. 179. Вкусная. Молочная. Пока там скандал с лимонами. Можно постоять, поесть. Ну, у меня же не такое выживание на ограниченную сумму, когда я выживал, чтобы там стоять и есть, есть. Ну, колбаска вот эта докторская, вкусная. Сырок, ну да, телезитир, нормально, вкус яркий, такой хороший, как у телезитира. Так, насчет лимонов я не стал дожидаться. Ну, наверное, подорожали. Были 99, а сейчас вроде как там в чеке по 109. Ведь все равно хорошая цена на лимоны. Это неплохая цена. Такой один курачок стоил 120 рублей. Остальные, ну, некоторые пачки были, вы видели, разупакованы, развакуумированы были они. А этот, вот, аккуратненький курачок. По срокам все отлично. Без гмо, без сои. Ну, еще бы, еще бы тут соя была. Открываем курачок. Единственное, что можно в чижике вот так вот поесть, чтобы вот, да, ничего не разогревать, чтобы уже готовое. То есть нету такого отдела с готовой едой. Получается вот только так. Ну, пахнет вкусно. Сейчас опять разолью что-нибудь. Максимально, максимально аккуратно сегодня будем. Сейчас прям просто все, вот так все замотается. Жарища уже у нас опять вернулась жара. Было прохладно. Поэтому сейчас вот не столько ничего, ну, как-то есть. Забыл совсем. Я на такой случай специально купил в чижике вот тарелки, вилка, вилка, а, и вилки. Мы сейчас будем как белые люди. У меня все есть. Все из чижика. Такой набор стоил 59 рублей, насколько я помню. Здесь. Так, по курочке. Курочка, курочка. Курочка сочная, хорошая. Курочка хорошая, не перекопченная, прям сочная. Но лишней жидкости не вытекает. Курочка нормальная. Там чуть-чуть, чуть-чуть замаринованная. Можно съесть, вот так вот перекусить. 120 рублей стоил в пятерочке. Сэндвич. Вот сейчас, если я найду, ставлю сюда эту картинку, как я ел сэндвич за 120 рублей. Там два кусочка хлеба. Такая прослойка небольшая из какого-то мяса. Прессованного. Вот это вот там, что это было, все стоило тоже примерно по такой же стоимости. А здесь огромная бедрышка. То есть это целая ножка. Вот голяшка, а вот еще и бедрышка. То есть вот это съесть в одного, это уже много. А там сэндвич. Там мяса не было. То есть это тоже 120 рублей. Я бы лучше вот это съел, конечно. Что это, мясо. Да? Вот. Вот я откусил. Это прям мясо. Да? Еще вот сейчас булку взять какую-нибудь там. И можно это прям два шикарных будет бутерброда. И дешевле получается. То есть вот готовая еда. Захотелось что-то маринованных огурцов. А это соленые, да? Соленые тоже пойдут. Тоже пойдет. Хорошие огурчики. Небольшого размера. Крепкие. Соленые огурчики. Крепкие. Это прям большой плюс. И специи есть. Укропчик, чесночок. Приятный аромат. Девчата стоят, смотрят, как я огурцы ем. Вы же мне писали, чтобы я не стеснялся. Уже закупились в чижике. А я тут уже прям наворачиваю. Смотрят, как я ем. Вот вы же мне писали, чтобы я не стеснялся. Ничего. Просто камера-то у меня маленькая здесь стоит. Может, люди не видят, что я на камеру говорю. Просто думают, что я ем и сам с собой разговариваю. Ладно. Нормально поели. Нормально. Я думал, что вообще в чижике ничего такого не найду. Придется есть банан. Ну, типа творожков каких-нибудь. Курочка, потом тема. С огурчиками. Итак. Кока-кола. Говядина. Напиток безалкогольный. Кола написано. Напомню, кто не смотрел предыдущую серию. Я уже рассказывал, что ввели же акциз на сахар. И теперь вот многие газированные напитки, которые раньше были с сахаром. Теперь делают просто с заменителем до 5,9 грамм сахара. А уже остальное добавляют, чтобы не платить акциз, уже добавляют подсластителями. Но здесь, честное, 10,5. То есть сладкая газировка с сахаром. Ну, по вкусу давайте попробуем. Что есть, кстати, из... А, да, кофеин есть. Скажу, вкусная она или нет. Потому что сравнивать и говорить, что она похожа на оригинальную кока-колу или не похожа. Оригинальную кока-колу... Что значит оригинальная кока-кола? В коле уже давно нет ни колы, ни коки. Так что... Что должно быть в коле? Такой вопрос риторический. Кофеин остался, разве что. Потому что коку запретили. Кола дорого. Слушай, ну вкусно. Вкусно. И газировано сильно. И сладкое приятно. Послевкусие вот этих ароматизаторов нету. 79 рублей приятная газировка. Целая двушка. Шикарно для тех, кто любит газировку. Прикус удался. Настроение хорошее. Встречаемся за ужином. Поехали. Ну что, друзья. Уже вечер. Вот видите, как быстрый день прошел. Уже вечер. И думаешь, как всегда. У тебя целый день впереди. Туда-сюда съездил. Уже вернулся. Уже ночь. Поэтому у нас ничего другого не остается, как поесть вот эти наггетсы. Наверное, это самые дешевые наггетсы, которые я видел. Потому что это стоило за полкило 170 рублей. Это очень дешево. Продукты питания комбинат. Город Калининград. Упаковка закрытая. Что внутри? Пока что непонятно. Но произведены буквально месяц назад. То есть почти свежие. Вот как обычно. Маленькие наггетсы. Смотрите, почти везде панировка есть. Ну, по краям нету. Так, небольшая сводка с места происшествия. На это кто-то напал из местных. Проредили печеньки. Ну, все-таки, видите, съедобные. Хлеб закончился тоже. Что у меня здесь есть? Пельмени, кстати, тоже доели. Вот нормально все заходит. Наггетсы показываю. Панировка тонкая. На сковороде ничего не отваливается. Крепкие такие плотные наггетсы. Шкварчат. Пожарил сразу побольше, чтобы все попробовали. Сейчас всех накормлю. Сразу всех спрошу. Вкусный мясо. Ничего от них не отвалилось в процессе жарки. Все здесь корочка хрустящая. Все как нужно. Тоненькая панировка. Выглядят симпатично. Румянистые. Но есть немножко сачок. Смотрите. Есть чуть-чуть. Упругие. Смотрите. Не рвется. Разгибается. Хорошо выглядит, кстати, наггетс. Панировка странная. Она чуть-чуть горчит. Чуть-чуть горчит. Может масло. Как будто масло. Такое нерафинированное. Сделаем такую тему. Называется экспресс-тест. Чтобы было объективно. Сейчас всем раздам по наггетсам. У вас у всех, кроме моих зрителей, у вас у всех, сейчас по наггетсам. Ни с кем не советуемся. Ни с кем не советуемся. Пробуем наггетсы. Каждый говорит, вкусно-невкусно. Давайте, поехали. Бери вилку. Можешь руками, если хочешь. Кому понравилось? Нормально. Нормально. Никита. Горькие, не соленые. Горькие, не соленые. Нормальные. Нормальные? Еще такие покупать? Нет. Да. Да, нет, я не знаю. Как-то мнения разделились. Но есть можно или это... Ну, понятно. Есть можно. В принципе... Если посолить. Если посолить. Ладно. Домашние лучше, которые мама делает? Да. Намного. Да? Да. Домашние лучше. Ну, ребят. А котлеты пробовали, которые... А, котлеты они даже не пробовали. Ну, просто не с чем сравнить. Если сравнить с теми котлетами, которые были в премиум-упаковке, то, ну, понятно, лучше наггетсы. Это прям можно есть. Котлеты абсолютно не понравились. Переключаемся на завтра. Завтра все остальное будет. Поехали. Итак, сегодня последний день, седьмой день заканчивается этой недели. И сейчас вместо завтрака нас пригласили родителей посмотреть, как организовано, как происходит детское питание в школе. Дельных каких-то инструкций нам не говорили, зачем конкретно наблюдать и по каким критериям. Поэтому я оставлю излишние свои комментарии. Просто смотрите, как это выглядит. Вот это нам дали образцы. Ну, здесь масло, конечно, положили. Смотрите, там масло вытекает из каши, там вот прям сочится, да, вот это желтое масло. Вкусно, конечно, но очень сладкое. Мне не понравилась каша. Остальным родителям понравилось. Сказали, вкусненько, сладенько. Ну, вы знаете, я излишний сахар не люблю. Поэтому я говорю, как есть. У меня не было задачи говорить, как все, поэтому я и сказал за себя. А чай тоже я сказал, что мне вообще не понравился. Потому что я пробовал вообще, это самый худший чай, в принципе, который я пробовал. Вообще ничем не пахнет, просто сладкая вода. Поэтому я так сказал. Ну, это сладкая вода. Я не знаю, зачем такой чай. Давайте лучше компот. Поэтому, ну вот, сказал как есть. А еще были бутерброды. Бутерброды были вкусные. Сыр обычный, масло нормальное, хорошее. И свежий хлеб, кстати. Бутерброды отличные. Что вы будете потом подписывать? Вы же бумажечку еще подпишите, что вы все проконтролировали. Что там спрашивают? Был ли персонал в перчатках? Ну, конечно, в перчатках тоже в день проверки без перчаток ходят. Но не столь суть. Вот про пищевые отходы вопрос был интересный. Говорят, ну, вы все видели, пищевые отходы в пределах нормы. Я такой, какой нормы? Я не знаю, сколько там должно быть. Там же все эту кашу не едят, когда ее относят обратно. Сколько там должно быть в пределах нормы? Я говорю, а я вообще не знаю, где это. Наши даже не проводили туда, куда я выкидываю тут кашу. Сколько там, как ее считать вообще? Да, ну, то есть выкидывать там нормально этой каши. Готовить обед. На обед у нас сегодня будет. У нас сегодня шикарный обед должен получиться, потому что есть вот это мясо красивое. Сейчас достаем вот все. Грибочки есть. В общем, сегодня будет очень вкусно. Вот такой у меня стейк. Это кабачок свежий и грибочки. Все это будем сейчас жарить на гриле. Вот все, жду ваших комментариев. Хороший стейк. Вот пишите, я небольшой эксперт в жарке говядины. Если шаурму завернуть, доширак приготовить, это я, ну, то есть доширак домашний такой, это я могу. Надеюсь, вы напишите. Ну, выглядит он очень симпатично. Смотрите, какой красивый. Ой, а это получается два куска. Так должно быть, нет? Я думал, это один кусок, а здесь получается два куска. Кабачок грибы я уже помыл, так как я буду жарить на гриле, поэтому нарезаю их примерно одинаково по толщине. Грибочки сильно ужариваются, поэтому я их просто наполовинке. Вот так вот. Немного растительного масла поперчить, посолить, но это после того, как я уже пожарю мясо. Иначе много сока будет, поэтому в последний момент. Гриб уже разогревается, ставим на гриль. Итак, посолить, поперчить, немного смазать, прям чуть-чуть. Растительного масла у меня обычное, подсолнечное, немного. Прям чуть-чуть так. Смазал с двух сторон, прям чуть-чуть, и отправляем на гриль. У меня вот такой вот мощный и удобный гриль. Модель называется Volmer S805 Monolith. Готовить с ним одно удовольствие, потому что здесь есть предустановленные автоматические программы и для мяса, для вафли, для рыбы и овощей, конечно же. Что интересно, в этой модели есть еще щуп. Вот сейчас я, кстати, покажу вам, когда жаришь мясо. И если вы хотите точно, чтобы у вас получилась, например, прожарка или средний, или сырой, вставляете щуп, и он уже автоматически отключится, когда мясо будет нужной температуры. Ну, вот как, например, сейчас у меня. Что еще интересно, в конструкции этой модели, сразу обратил внимание, сейчас вот этот жироприемник сбоку. То есть не нужно залазить сзади, чтобы вот достать, смотрите, как удобно. Да? Когда все продумано, это очень хорошо. Сейчас будем также готовить овощи. Я их посолил, поперчил, масло добавил, перемешал и отправляем на гриль. Мясо здесь уже готово. Получается из хрустящей корочки и сочное внутри. Отправляем теперь овощи. Если места не хватает, то гриль можно развернуть вот так вот. И здесь получаются две рабочие поверхности. Что очень важно, кстати, для грилей, это съемные панели, чтобы их помыть. Здесь они снимаются и одеваются очень легко. Наше блюдо готово. Здесь мясо, поджаренные грибочки и кабачки. Лаконично, скромно, зато выглядит симпатично. Насчет гриля, ссылочку на него оставляю в описании. Кому нужен хороший гриль, присмотритесь к этой модели. Все в нем продумано, даже до мелочей. Очень приятно. И смотрите, какой симпатичный, стильный, отличная модель. Ну что, давайте есть наш сегодняшний обед. Кусок мяса, ну это всегда приятно. Так, налетай, побеждай. Грибочки поджаренные, очень вкусно пахнут. Грибочки просто... Ммм... Вкусные грибочки, кстати. Соус у меня есть острый, но я люблю острое, поэтому... Кто как любит, ребят, немножко острого соуса. И мясо. Вкусное мясо, кстати. Только не пишите мне в комментариях, что надо было его с кровью делать. Я, ну не могу я с кровью есть мясо. Сейчас модно стало с кровью. Нас учили, что мясо должно быть зажарено. Заканчивается неделя на чижике. Лучше, чем на Сософоне. Да, конечно, лучше, чем на Сософоне. Там нужно было думать, что... Прям искать, чтобы что съесть такое. Здесь, если ты хочешь вкусно поесть, просто готовь то, что есть. И все. Ну, нет этих самых дешевых подделок на продукты. Которые там... Масло, не масло. Сыр, не сыр. Все основное, в принципе, есть. Приготовить можно. Можно готовое есть что-то. Ассортимент, конечно, небольшой. Десерт. Я взял самый дешевый рулет. Тоже тут мода уже уходит на них. Но раньше эти рулеты... Это было прям очень модно раньше. Что даже делает не КДВшные. Изготовительный русский бисквит. Рулет. С ароматом сгощенки. Нарисовано красиво. Там все есть, как сгощенки нарисовано. Видите? Сейчас мы его разрежем, да посмотрим. По-любому там не будет столько сгощенки. Нежный, воздушный. Ой. Ой, какой маленький. Раньше эти рулеты казались такими огромными. Маленький рулетик. Где начинка? Начинка. А, вот, есть немножко начинки. Смотрите. Да, начинка есть. Интересно. Пробуем рулет. У меня еще Кока-Кола осталось. Остатки Кока-Колы. Уже без газа. Настя говорит, молодец, что купил. Чайник помыли. Термопод помыли. Прокипятили. Вся известь отошла. Приятного аппетита. Эх, в одного рулет такой есть. Поделиться бы с кем-нибудь. Ну, я один, поэтому... Поехали. Не. В этих рулетах ничего не меняется. Сладкий. Начинка жирная. Масляная. Это я потом доем. Может быть, на полдник еще. Но много такого точно не съешь. Очень сладко. Очень сладкий. Еще и газировка. Лучше чай завалить. Но как десерт пойдет. Мягкий, сладкий. Самое то. Настроение хорошее. Что-то сладкое съел. Все, настроение. Сахар поднялся. В организме настроение сразу хорошее. Переключаемся на ужин. Погнали. Доедаем остатки. Что у нас осталось со... А, на ужин будет колбаса, кстати. Я и забыл попробовать. Еще колбаса у нас есть. Переключаемся. Поехали. Итак, можно на ужин, конечно, поесть просто колбасы с хлебом. Но хочется чего-то красивого да вкусного. А с колбасой красивое и вкусное, это, конечно же, пицца. Но у меня для пиццы только колбаса есть. Поэтому за всем остальным отправляемся опять в чижик. Набираю и муку. Грибочки у меня есть, поэтому мне нужно еще сыра, мазика, оливки. И возвращаемся домой. Итак, самый простой рецепт теста. Запомнит легко, 300 грамм воды, 500 грамм муки, немножко сахара, соли и дрожжи, конечно. Отправляем замешиваться. Можно и замесить руками, оставить в теплом месте. Но у меня в машинке все замешивается само. Тем временем остается только нарезать начинку. У меня есть вот такая колбаса. Называется... Ну, колбаса она у меня и была. Свиная, сырокопченая. Вот такая вот упаковка. Сейчас все ингредиенты нарезаем. И будем делать пиццу. Так, ой, друг, ты куда лезешь? Ты колбасу учуял, что ли? Смотрите. Глянь, колбасу хочет. Ну-ка, проверим. Ты правда хочешь колбасу? Он не голодный, он только что поел. Слушайте, глянь, колбасу ест. Вкусная колбаса, кстати. Очень плотная. Мне нравится колбаса, которая не рыхлая. Смотрите. Приятный вкус. То, что я сказал, кстати, 300 воды, 500 грамм муки. Это получится 800 грамм теста. То есть, это две такие приличные пиццы. Но если нужно одну, то в половину все делайте. Колбаску. Ну что, такое вот выживание, ребят, на максималках из чижика. Все у меня, даже моцарелла есть. Смотрите. Моцарелла сотка стоит. Здесь получается 200... А, 125 грамм массы сыра. Оливки дорогие. Ну, это, смотри, банка огромная. 400 грамм. Да, большая банка. Оливки. Сегодня будет ассорти. Вот так, грибочек. И с грибочками, и с оливками. Чуть-чуть помидоров. Так, для приличия. Натираем сыр. Хотя, такой можно не натирать. Он мягкий. Четра стоял сыром. Ну, прям так порежем. Ты такой не натрешь. Забыл положить в холодильник. Он мягкий. Ну, прям вот так. Моцарелла. Моцареллу просто порвал. Такие на кусочки. Все готово. Это начинка. Идем за тестом. Ничего сложного. Так. Нам нужно немножко сюда... Насыпаем муки. Пиццы будет две. На тонком тесте. Поэтому пока готовим. Вот это вот накроем. Чтоб не обветривалось. Тесто пышное. Скалка его раскатывать не нужно. Поэтому просто растягиваем аккуратно. Ну, вот так вот. И оно само растянется. Покручивайте максимум на духовке. Здесь 240. То есть в печи все равно больше. Но духовка максимально выдает сколько там? 240, да. Ставьте на максимум. Ну что? Перекладываем на противень. Не забудьте дырочек наделать. Так вилкой потыкать. Чтобы пузыли... Чтобы больших пузырей не было. Сказываю, как я делаю. Вы можете сделать, как вам нравится. Я смешиваю всегда кетчуп и мазик. Ложечкой так размазали. Ну, вот такая получается. О, вкуснотища. Готово. Все. Выкладываем начинку. Так, помидорки. Помидорки. Вот сюда. Оливочи. Грибочки. Кто как любит. Очень много начинки получается. У нас получается не пицца, а пироги какие-то. По начинке это точно пирог, а не пицца. Грибочки. Грибочки. Колбаска. Вот это я понимаю. Готово. Вот это прям сытно будет. Посмотрим. Должно все растаять. Получится вкусно. На 10 минут. Итак, прошло 10 минут. Пицца пахнет очень вкусно. Я думаю, уже готова. Достаем из духовки. Осторожно. Горячо. Красота. Отлично. И выкладываем вот сюда. Я уже сделал вторую пиццу, кстати. Пока эта пицца готовилась, я уже разложил вторую пиццу. Сразу отправляю в духовку. Здесь огурчики добавил. Но это вот как местные любят все мои. Грибы положил сбоку. Потому что мало ли кто сейчас не захочет с грибами. И сыр потер. Сыр здесь уже потер. Но моцарелла уже не хватило. Но вот эту пиццу огромную я все равно целиком не съем. Поэтому сейчас я попробую. И остальных тоже позову. Пахнет очень вкусно. Видите, все равно сыр растекся. Вот такая получается. Сейчас покажу вам. Смотрите, как тянется. Можно было еще чуть-чуть запечь. Но, в принципе, пропеклась хорошо. Видите, какая пышная получилась. Сыра много. Колбаска. Помидорчик. Немного оливок. Приятного аппетита. А, еще и грибы здесь. Давайте пробовать. Согласитесь, ребята, это намного вкуснее. Да и симпатичнее, чем просто колбасу с хлебом есть. Пицца все-таки это уже как-то понаряднее выглядит. Так, кусочек вернем тут на место. Вот так. Оливки жалко. Они какие-то полузеленые. Вот смотрите. Сейчас покажу. Они черные сверху, а зеленые внутри. Наполовину зеленые. Получерные, полузеленые. Вкус приятный, но ненасыщенный. Пробую пиццу. Отличная пицца получилась. Бортик не сгорел. Снизу пропеклась. Давайте подводить какие-то итоги. По чижику. В принципе, все в магазине, все, что нужно есть. Картошки жалко, нету. Я бы купил картошку по 40 рублей. Но здесь только дешевая за 20, а в чижике за 40 не завозят. Поэтому вот вся неделя у меня две картошки я там нашел. Я бы ел картошку, но картошки не было. Завозят мало, то есть вот капусту схватали. Мангалы были до 8 мая. Тоже все разобрали. То есть вот я хотел мангал купить тоже, потестить. Столики там еще были, тоже все разобрали. То есть вот вроде бы такое ощущение, что в чижике завозят как-то помало что ли. Если что-то интересное, люди там сразу расхватывают. Так, насчет... Кошел меня этот хвост. Хвост, фу. Иди сюда, чижик. Ну, что ты? Все хочет попробовать, еще сам не знает, что хочет есть. Так, ой, господи. Ты куда прыгаешь-то? Совсем отъят. Так, насчет пиццы. Готовится это все просто, вот кто любит пиццу. Все-таки вот такое тесто, оно намного приятнее, чем любое замороженное тесто. Вернее, замороженное, потом приготовленное. Оно уже, конечно же, не то. Оно хоть может быть и вкусным, но не сравнится с только что, которое поднялось. Ну, ты же не будешь это есть. Ты же точно не... А, колбаску, может, будет. Да ты все хочешь поднадкусать. Иди гуляй. Ну, вкусно. Колбаска хорошая, прям. Вкусная пицца получила, еще и жирок расставил. Жирная. Встречаемся здесь же, на этом канале через пару дней, как всегда. Я с вами прощаюсь ненадолго. Ненадолго. Пишите в комментариях, какое видео ждете в след... Нельзя же на стол, вот. Какое видео ждете в следующий раз? Повыживать недельку еще? Может, в красно-белом повыживать? Много магазинов низких цен, кстати. Но вот чижик мне... Опа, поймал. Но чижик мне понравился. Вроде не самое дешевое, но продукты доступные по качеству. Нормальные. То есть, все съедобно. Поэтому вот заходишь в дешевые магазины и всегда гадаешь, что там есть можно, что нельзя. А здесь практически все, что я пробовал, ну, за исключением котлетки, мне что-то не очень понравилось, вообще не понравилось. Сыры нормальные. Ценник на сыры хороший. Колбаски отличные. Сосиски. Вот эти вернерские. Все прям нормально. Пишите в комментариях, по каким видосикам соскучились. Может быть, контрольную закупку пора уже делать вермально. То давно меня не обвешивали. Или обзор на шашлыков. Это шашлыки, кстати, уже сезон. Кстати, ребят, не забывайте, что под этим роликом все, что самое важное, все ссылки я оставляю на микрофон, на камеру, на которую я снимаю, на гриль, на хлебопечку, на все, что в моих роликах вы видите. Вот у меня часто спрашивают. Дай ссылку. Все будет вот в описании к этому ролику. Я буду пополнять этот список, чтобы вы не искали. Просто заглядывайте там, скорее всего, найдете все, что было в этих видео, в моих роликах. Называется, кстати, микрофон Holy Land. Работает на ура. Маленький, зато без помех. Вот вы видите, да? Новый микрофон у меня. Я очень доволен. Так что, кто вот новая модель, присмотрите. Вспомнил еще, что хотел сказать, ребят. Делайте всегда две пиццы. Одна сразу съедается. Даже если вас немного в семье, то все равно делайте сразу две пиццы. Одна съедается сейчас, а вторую потом завтра разогрел и вкусно поел. Поэтому тесто замесить недолго. Что полкило, что килограмм. Вот такая еще одна шикарная пицца. Духовка все равно горячая. Поэтому готовить что одну пиццу, что две, примерно одинаково. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok